я приветствую вас друзья с вами вновь я Виталий сегодня мне хотелось поделиться с вами своими соображениями и эмоциями по поводу одной темы которая взволновала меня эмоционально просто она меня порвала на две части этим летом такой пост сегодняшняя речь такая она более созревшая прошел такой период созревания отношения к этому событию это событие называется плоская земля это вот это состояние которое у меня было когда я вдруг понял что значительная идея имеется я и пропустил как-то мимо ушей оказывается как посмотрите эти ролики популярные там английские немецкие ученые какие-то специалисты задали таким вопросом является наша земля шарообразной или не является то есть они доказывали своих работах что земля плоская на самом деле и вот эта тема развилась современные последние там несколько лет на три-четыре года наверно так потому что эта популярная тема достигла высокого политического статуса в соединенных штатах и это она обсуждается публично на телевидении так далее и это дискуссия как-то захватила и наш youtube в том числе я посмотрел там достаточно много роликов в тот момент когда мне это такое мне было сознание что на самом деле этот вопрос у нас является частью нашего мировоззрения а мировоззрение очень влияет на наше состояние принятия решения дальнейшее и я пришел к пониманию такому что на самом деле мне внушили мне я то есть принял на веру основополагающие основополагающие понятия моего мировоззрения в частности что наш мир является круглым и мы живем на шаре да скажем так условно говоря этот шар вращается вокруг солнца и так далее ну вся эта астрономия и хорошо мы приняли это на веру и сейчас допустим у меня такое возникло разлом такой моего шаблона то есть я понял что я что-то где-то пропустил что-то я неправильно понимаю система как она работает на самом деле этот вопрос о плоской земле он актуален и актуальный вопрос именно касательно темы достижения успеха мотивации вдохновения принятия решения и так далее вы скажете как они эти вопросы связаны да плоская и круглая земля казалось бы совершенно не имеет отношения к теме успеха развития и так далее саморазвития самопознания но здесь интересный момент оказался то есть я вот эту тему как бы вник скажем так достаточно подробно поле того что я лазил на местную на свою самую высокую ближайшую высокую гору до восемьсот там десять метров на уровне моря и смотрел так какая же земля у нас плоская на или круглая и меня на увиделся потому что она плоская так вот ребята парни девчата друзья я в общем-то склонен думать что мое собственное сознание имеет возможность быть гибким быть гибким и воспринимать это мировая часть мировоззрения по поводу окружающего мира и какой планеты на каком мире мы живем плоском или или круглым и эти понятия я для себя решил применять именно в отношении успеха совершенно определенным образом то есть в моем сознании сейчас земля плоская и она имеет некий некий там купол как говорят над головой который даже предполагает состоит там из воды в общем много там теорий таких очень много таких соображений оригинальных высказываются разными исследовательными и такими непрофессиональными экспериментами я думаю что земля имеет форму именно плоскую когда мы говорим об успехе от целеустремленности почему я так утверждаю смотрите земля допустим шар в другом случае она вот такая в случае если земля круглая я нахожусь на каком-то шаре и у меня внутреннее состояние моего сознания говорит о том что я свободный не у меня неограниченное пространство для действий для какого-то деятельности скажем так да и проще говоря для работы неограниченное пространство я здесь работаю передвигаюсь и так далее случае когда земля плоская у меня имеется ограничение ограничение которое позволяет что мне делать что мне делать ограничение такое позволяет смотрите в этом ограничении имеется обратная связь и все мастера все гуру там успеха мотивации исследований как достигли успеха различные люди говорят именно вот об этом о том что имеется обратная связь то есть мы берем это очень простым методом показателя вот я беру простой там шарик мячик тенниса да и бросаю в стену видите обратная связь от стены физический закон мячик отскакивает возвращается мне обратно то есть шарик мячик мой брось бросила его в стенку он отскочил вернулся ко мне обратно здесь если я мячик брошу куда-то он упадет куда-то сюда вот с настижение успеха это успех это успех а здесь удача работа случайность и так далее свобода ты свободен и в пространстве передвигаться ты ничем не ограничен и соответственно ты надеешься на что на удачу на случай на какое-то истечение обстоятельств и так далее здесь от тебя ничего не зависит потому что отклика нету от окружающего мира а здесь отклик имеется и всегда нам говорят мастера успеха и которые исследовали успех что что всегда имеется несколько задач перед тем как их выполнить перед тем как выполнить мы должны быть какими быть здесь мы будем какими целеустремленными здесь мы будем какими фокусировать свое внимание внимание целеустремленность внимание фокус и так далее то есть мы все время делаем какой-то посыл посыл в пространство из этого пространства нам идет отклик обратный обратная связь отклик идет то есть мы посылаем наш ментальный посыл на посыл психологический эмоциональный посыл отправляем и возвращается нам ответ это факт то есть все говорят о том что без этого вы не достигнете успеха это факт который вы должны принять и чтобы принять вы должны принять концепцию плоского мира что мир плоский вы находитесь в ограниченном в ограниченном пространстве соответственно у вас здесь имеется какое еще какое большое слово какое большое слово используется ответственность слово ответственность здесь ответственность имеется здесь без ответственность здесь никого внимания не надо делать не фокусировать надо ты Ты можешь бегать по кругу, по шарику и так далее, развлекаться, и что бы ты ни сделал, тебе обратной связи здесь нету на шаре. А в ограниченном пространстве, на плоской земле, у тебя имеется ответственность, у тебя имеется внимание, у тебя имеется целеустремленность, у тебя имеется фокус, фокусирование, фокусирование своего броска. Еще раз берешь мячик, вот он вернулся. Отклик. И всегда об этом говорится во всех учениях наших, которые пророки все говорили о том, что что ты посеешь, что ты пожнешь и так далее, возлюби ближнего своего. Это говорится о плоской земле, безусловно. Это не говорится ни о том, что она круглая. Поэтому в моем сегодняшнем понимании, для моего достижения успеха, для преодоления своих каких-то внутренних барьеров, мне необходимо опираться на концепцию в моем мировоззрении, что земля плоская. И что у нее сверху, имеется некий купол, некое ограничение. И в этом ограничении я направляю свой фокус, свое внимание, свои действия, свою целеустремленность, свои планы и так далее. То есть это я получаю обратную связь от мира. И мир, мир как бы со мной соглашается, не соглашается, но тем не менее он со мной взаимодействует. Здесь никого взаимодействия нет, когда в моем сознании мир имеет какую-то шарообразную форму, космос какой-то имеет, там пространство огромное, свобода и так далее. Это вот такая ментальность, которая не совсем эффективная, она не будет давать какие-то плоды, результаты. Когда мы говорим о том, что мы свободны, в пространстве мы безответственны, мы что хотим, тут и воротим, да, как говорится. Поэтому возникают такие проблемы, когда у человека не получается, он не знает, что делать, и лично кто виноват. Если ты в этом состоянии находишься, то ты сразу априори понимаешь, что виноват ты, что тебе необходимо действовать, что отклик находится сразу от твоих действий, что к тебе обращено внимание, что ты обращаешь внимание и так далее. То есть вы можете в своей жизни это очень легко заметить, начинаете вы о чем-то думать, начинаете вы о ком-то думать, что-то вас волнует, и вы фокусируете свое внимание на что-то, и, соответственно, вам приходит отклик. Тех людей вы начинаете встречать, которых вы думали, или от которых зависят какие-то решения, какие-то действия совершить вы хотели бы с ними. То есть эти люди появляются, события какие-то происходят и так далее. Происходит отклик мира на ваше мысленное, чувственное, эмоциональное состояние. Это фокусировка такая происходит. Вот этот мячик, бросок, бросок в эту стенку, происходит возврат. Здесь никакой стенки нет, когда мир шарообразный. Куда мне бросать? Куда мне бросать? В космос бросать что-то? Нет в космосе, там меня никто не ждет, там пустота. Так вот, друзья, сегодня я не пытался вас убедить в том, что земля плоская, или согласиться с тем, что она округлая. Меня физический процесс, вот это физический, какое-то тело, там, шар земля, или она плоская, на штерепахах она находится, меня это не волнует. Меня волнует то, что находится в моем мировоззрении, то, что влияет на мое восприятие и на мои убеждения. То есть мировоззрение, убеждение, восприятие. В этом случае мое восприятие более острое, более чувственное, понимаете, когда я по ним думаю, что мир плоский, имеет купол. Тогда мое восприятие более чуткое, более острое. Я четко понимаю свою ответственность за свои действия и так далее. Соответственно, мне больше доверия, и я верю больше отклику этому и так далее. То есть это здесь именно очень большой такой цепочка, пласт движения к успеху, достижения цели. Она как бы логически друг за друга цепляется, от мозаика, о которой я вам говорил в прошлом видео. В этом случае мозаика не собирается. Не собирается таких цепочек. Они разрываются, состояние свободы, безответственности, отсутствие внимания, отсутствие фокусировки, отсутствие посылок. Откуда придет мне обратный ответ? А здесь ответ есть. Итак, друзья, сегодня мы говорили с вами о такой теме популярной. Круглая земля, шарообразная или она плоская земля. Этот аспект, я говорю, что он не имеет материального, какого-то физического отношения к нашей непосредственной жизни, потому что мы живем в совершенно плоском мире, скажем так, ежедневной своей жизни, потребности. Оно влияет на наше понимание нашего процесса, наше восприятие от окружающего мира и мир, который воспринимает нас. Потому что здесь важно в этом процессе, когда мы говорим о том, что мир плоский. Здесь мир, он нам больше доверяет, понимаете? А здесь он нас боится, когда мы думаем, что мир шарообразный, и мы что здесь хочем, то и воротим. А здесь он мир нам доверяет, потому что мы находимся во взаимосвязи с миром. Мир видит нашу деятельность, нашу ответственность, и он, соответственно, заботится о нашей деятельности, помогает нам всячески. И такой, мне кажется, это более полезный, скажем так, для мировоззрения, для моего сознания образ, что земля плоская, находится под куполом, и я, соответственно, под этим куполом защищен, с одной стороны, с другой стороны, я имею какую-то ответственность в своих действиях, в своих поступках, в своих чувствах к нему, в своих эмоциях и так далее. То есть, этот вариант мне больше нравится, когда я ставлю свою цель достичь какого-то успеха, каких-то действий, каких-то проектов и так далее. То есть, это мне больше нравится, больше импонирует. Поэтому, друзья, всем вам пока, всем вам любви, счастья, защиты, защиты под куполом, ответственности, внимания, фокусировки, достичь вам всех благ. С вами был Виталий. Пока-пока. С вами был Виталий.